В предыдущем видео мы сделали крошку и ее ручку. Теперь мы будем делать детали, которые находятся на внешней поверхности нашей крошки. Второй объект, который мы делали, по которому мы сверяли, мы можем удалить с помощью X-Delete. У нас остался вот этот наш один объект. У него второй уровень сабдива. Что сейчас мне заметно на втором уровне сабдива, это то, что грань этот у нас очень тонкая. Поэтому что мы можем сделать? Отключим временно показ Subdivision Surface с помощью глазика в панели модификаторов. Перейдем на режим редактирования. Включим режим работы с вершинами. Выделим центральную точку на внутреннем донышке. И будем нажимать Ctrl-Plus до тех пор, пока у нас не выберутся все вершины вплоть до внутреннего края верхнего. Теперь что мы можем сделать? Это нажать S и Shift-Z, чтобы ограничить масштабирование по оси Z, при этом отмасштабировать по X и Y. Теперь если мы будем удерживать Shift и потянем его внутрь, то мы сможем увеличивать ширину нашего края кружки. Дойду примерно до такого уровня. Посмотрю, как это выглядит на объектном режиме. И обязательно включим Subdiv, чтобы это посмотреть. Ну вот, уже толщина стала чуть больше, чем она была. И пока оставим вот такой вот вариант. Теперь перейдем на вид спереди. Если я немножечко отодвину объект, мы увидим, как у нас выглядел референс нашей кружки. Здесь у нас вертикальные выемки и дополнительные экструдированные вовне элементы, которые у нас находятся вдоль ребер. С помощью Ctrl-Z поставлю кружку на место и давайте эти элементы сделаем. И заодно сделаем дополнительные подтягивающие лупы, которые помогут нам, точнее, воспроизвести форму на референсе. Подвинем нашу кружку немного вправо по оси X, либо влево, как вам будет удобно. Чтобы мы могли ориентироваться на наш референс и работать по нему. Закрою панель N, потому что она нам пока что не нужна. Панель T пока оставлю. Итак, что нам нужно сделать? Перейдем в режим редактирования и начнем добавлять поджимающие лупы для того, чтобы потянуть донышко и верх нашей чашки. Сначала сделаем поджимающий луп здесь. Нажмем Ctrl-R, левую клавишу мыши и затем начнем подтягивать. В зависимости от того, насколько вы хотите, чтобы у вас был острый, либо мягкий спад в верхней поверхности, вы можете либо поджать плотно, в таком случае у вас будет очень острый переход, либо поджать не плотно, в этом случае переход будет достаточно мягким. Я подтяну примерно до такого уровня, опять же, все цифры ориентировочные. У меня получилось минус 0,4. Если вы хотите точных цифр, я буду делать минус 0,4. И то же самое я сделаю с обратной стороны. Поставлю с помощью Ctrl-R луп и подтяну его здесь так же. Как вы видите, цифры у нас здесь не совпадают. Поэтому будем подтягивать на глаз примерно до того же уровня, как он у нас был на внешней поверхности. Я думаю, что он так вполне годится. Посмотрим, как это выглядит. Вот видим, что у нас здесь переход стал более жестким. Если вам это, опять же, не нравится, вы всегда можете выбрать подтягивающий ваш луп и с помощью GG спустить его немножечко вниз. Я, пожалуй, даже так и сделаю. Мне не очень нравится, как жестко получилось это все делать здесь. Также выберу здесь подтягивающий луп и с помощью GG его тоже немножечко опущу. Вот как это у нас на объектном режиме выглядит. Теперь от вида спереди войдем в режим редактирования и подтянем немножечко донышко. Как вы видите, вот какой у нас сейчас идет спад. Здесь в Ctrl-R нажмем левую клавишу мыши. И мы можем потянуть дно так, чтобы оно приняло достаточно прямую форму. Этого, я думаю, для вершины и для дна достаточно. Если вы хотите, вы можете подтянуть и внутреннее наше дно поджимающим лупом. Но я этого делать не буду, потому что оно, в принципе, нам и видно это не будет. Теперь можно уже перейти к деталям, которые у нас есть на самом объекте. Как мы их будем делать? Сначала мы будем делать оффсет вовнутрь для каждой из этих полосок. Затем мы будем их вовнутрь экструдировать, чтобы добиться эффекта углублений. Начнем это делать. Перейдем на режим работы с полигонами. С помощью правой клавиши мыши выберем первый полигон. С помощью Ctrl правой клавиши мыши выделим последний, который у нас идет до поджимающего лупа здесь. Теперь Shift правой клавиши мыши через один полигон. И Ctrl правой клавиши мыши, чтобы выбрать всю полоску через одну. От первоначального выделения. Точно так же с сочетанием Shift правой клавиши мыши выделяем третий, Ctrl правой клавиши мыши, его конец. Таким вот образом мы обходим всю кружку. Повторяя все те же самые операции. Пока мы не дойдем до первоначального, до ручки. Так, 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 так. Вот мы выделили через один. Так как у нас количество вершин было 22 и соответственно 22 ребра, то у нас, учитывая то, что мы через одно выбирали, у нас все получилось аккуратненько. И ничего дополнительного, никаких лишних элементов не осталось. Теперь, что нам нужно сделать, это сделать Offset. Для этого мы нажмем клавишу I. Это позволит нам сделать Offset для всех выбранных участков. Сделаем небольшой Offset. Он должен быть не особо большим, чтобы у нас ребра между нашими элементами получились не очень толстыми. Где можно посмотреть цифру? Цифру можно посмотреть в нижней горизонтальной панели. Если вы будете двигать зажатым Shift, вы увидите небольшие изменения, которые происходят в цифрах. Сможете выбрать нужный вам вариант. В данном случае я сделаю совсем небольшой Offset. Я сделаю его 0.0015. Запомните обязательно эту цифру. Можете ее записать даже куда-нибудь. Она еще пригодится. Нажмем 0.0015 и подтверждим с помощью нажатия левой клавиши мыши. Теперь ту же самую операцию нам нужно повторить для вот этих полосок. Точно так же выбираем первую с помощью правой клавиши мыши. С помощью Ctrl правой клавиши мыши выделяем последний элемент. Shift правой клавиши мыши выделение следующего элемента. Ctrl правой клавиши мыши конечного в петле. Выбираем. Продолжаем. Точно так же по всей окружности нашей чашки. Когда мы доходим до ручки, то мы увидим, что здесь у нас остался вот этот элемент. Его мы тоже выделим. И вот эти, которые находятся внутри ручки. А так же тот, который находится под ней. В принципе, вы можете добавлять декорации на эти элементы. Или не добавлять. Дело ваше. Да, я их выделю. И сделаю на них точно такие же элементы, как мы будем делать на всех остальных. Теперь точно так же нажимаем клавишу I. И запомненное наше число 0.0015 вбиваем. Это позволит нам создать одинаковый оффсет для всех наших ребер. Как вы видите, вот что получилось. Теперь нам нужно выбрать все внутренние участки и сделать их экструзию вовнутрь. У нас уже часть выделена. Теперь нам достаточно только выделить все оставшиеся, которые находились между ними. Сделаем это. Сделаем это. Shift правая клавиша выделит первый полигон петли. Ctrl правая клавиша последний. И точно так же все продолжаем выбирать во всей окружности кружки. Обязательно проверяем, чтобы не выделялось лишних каких-то элементов случайно, чтобы вы их не задели. Потому что это часто случается. Задеваешь лишние элементы, потом из этого маленького элемента полный хаос получается. Вот видите, сейчас я нажала Ctrl, не заметила, и выделились дополнительные элементы, которые совершенно не нужны. Поэтому внимательно просто смотрите на это. Вот мы выделили все эти элементы. Теперь мы можем нажать Alt-E, Region Vertex Normals, то есть по нормалям каждое из выбранных регионов экструдировать. И экструдировать выбранные регионы вовнутрь. Также запоминаем, на какую величину мы это будем делать. Вы можете сделать это крупнее, вот эти элементы, вы можете сделать их меньше. Я сделаю 0,0,20. В данном случае минус 0,0,20, так как мы вовнутрь экструдируем. Итак, вобью минус 0,0,0,20. Нажму клавишу Enter. Также это значение запомним. Оно нам пригодится для дополнительных элементов. Как это у нас на объектном режиме выглядит, давайте посмотрим. Вот как это выглядит. Если мы перейдем на вид впереди, посмотрим на референс. То есть вот эти углубления мы сделали. Мы их потом еще подтянем. Сейчас давайте займемся вот этими элементами, которые идут дополнительные, как бы, ребра горизонтальные. Перейдем на режим редактирования. Снимем выделение со всех выбранных нами элементов. И теперь мы будем добавлять там, где нам нужно, дополнительные ребра. Для того, чтобы у нас получились островки с полигонами, которые мы можем уже экструдировать вовне теперь. Посмотрим, где у нас проходят ребра. Они проходят здесь, здесь и здесь. Чтобы не пускать дополнительные лупы по нашей ручке, мы будем делать дополнительные лупы с той стороны, где ручки нет. Делаем первый разрез здесь с помощью Ctrl-R. Одно нажатие левой клавиши мыши подтвердит разрез. Теперь с помощью E и F выбираем нужную сторону, по которой будем равнять. В данном случае это верхняя сторона. И подравниваем так, как нам нужно. Выбрав нужную нам толщину для этих элементов. Будем ориентироваться примерно на референс, который у нас есть. И сделаем соответствующую толщину. Теперь Ctrl-R здесь. Да, я сверху уже делаю, чтобы тут по ручке у нас не шел дополнительный луп. Нажму левую клавишу мыши E, F и буду щелкать до того, пока у нас выравнивание не будет идти по нижней петле. Точно так же сделаю здесь разрез. Следующий разрез у нас идет здесь. В данном случае не важно, где у нас будет идти разрез сверху или снизу. Уже ручки никакой нет. Поэтому сделаем где угодно. Разрез сверху, например, сделаю. Нажму левую клавишу мыши E, F. Выравниваю по нижнему краю и подгоню так, как надо. Теперь осталось только верхнее вот это вот ребро. Сделаем разрез сверху, чтобы не задевать ручку. Ctrl-R. Левая клавиша мыши E, F. И по нижнему краю выравниваем. Посмотрим, получилось ли у нас одинаково. Если не совсем получилось, с помощью GG мы можем всегда подвинуть по направляющему наше получившее серебро. А вот мы сделали подготовку к добавлению наших элементов. Теперь давайте, пока мы здесь делаем разрезы, подгоним вот этот нижний край, верхний край так, чтобы здесь у нас получились элементы более жесткими. Если вы хотите, вы, в принципе, можете оставить так, как они есть. Сейчас они округлые. У меня на референсе они более плоские, поэтому я дополнительную лупу сделаю здесь с помощью Ctrl-R. Левая клавиша мыши E, F. Подтяну к необходимому краю. Вы можете подтягивать и смотреть, как у вас будет все выглядеть. Я не буду слишком сильно подтягивать, поэтому оставлю лупу здесь. И точно так же я сделаю на нижнем крае Ctrl-R. Левая клавиша мыши E, F. По нижнему краю ориентируемся и подтянем до нужного уровня. Вот что у нас получилось. Не слишком круглого, но и не слишком плоского. На мой взгляд, вполне достаточно. Теперь будем делать вот эти элементы, подготовку, которые мы уже сделали. Перейдем на режим редактирования. И теперь в режиме выделения полигонов нам нужно будет выбрать вот эти полигоны, которые находятся внутри. Временно отключим видимость сабсерфаса, чтобы он нам не мешал. Нам нужно выбрать те полигоны, которые у нас получились, вот эти маленькие, для которых мы делали дополнительные лупы. Выбираем их вручную на тех участках геометрии, на которых они нам нужны. Я выделяю их с помощью Shift и правой клавишей мыши, просто щелкая на всех нужных. Теперь нам осталось выделить еще три ряда полигонов здесь. Не забываем нажать Shift, иначе у нас выбранные нами уже полигоны слетят. И продолжаем ту же операцию. Если вы выделили ненужный какой-то неподходящий элемент, просто нажмите Ctrl-Z. Ваше предыдущее выделение не пропадет, вы просто можете продолжить дальше работать. Также не забываем, что у нас внутри кружки есть вот этот дополнительный элемент. В принципе, он здесь будет один, его можно не выбирать. Можно выбирать, сделайте, как вам удобно. Я его оставлю вообще без экструзии дополнительной. Теперь выберем вот эти все элементы. Так, 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 так и так. И последнее, что нам осталось, это вот эти элементы на нижнем крае. Всего у нас получится четыре таких окружностей, рёбер дополнительных, которые будут придавать интерес нашей геометрии. И сделают её как-то выглядящей получше. Так, вот все полигоны выбрали. Теперь вспоминаем, насколько мы экструдировали вовнутрь, настолько же мы будем экструдировать наружу. Я экструдировала на 0.0020. Теперь нажимаю Alt-E, Region Vertex Normal, и экструдирую вовне, вбив значение 0.0020. Нажимаю Enter, это подтвердит операцию. Но если мы в таком виде это оставим, то при включении SubDiv у нас будут эти элементы соприкасаться с основными вот этими нашими рёбрами и полигонами, и получится не очень хорошо. Поэтому временно отключим опять SubDiv, включим Pivot Point, чтобы у нас стоял на индивидуальных центрах каждого элемента. Это позволит нам уменьшить каждый из этих полигонов независимо друг от друга, а не относительно общего центра. Переставили вот этот режим на индивидуальные точки. Теперь если мы нажмём S, то у нас каждый полигон будет сжиматься, как вы видите, отдельно. Это очень удобно, если вам нужно осуществить какие-то операции с элементами отдельно, а не относительно общего центра. Мы можем также их, например, сжать по оси Z, и они будут сжиматься, если мы посмотрим вот сюда, обратите внимание, как они будут сжиматься, S, Z, если я нажму. Каждый будет сжиматься относительно собственного центра. Вот вы можете сжать их немного по оси Z, также для интереса. И в целом всё. Перейдём на объектный режим, включим SubDiff, и вот как это будет выглядеть. У нас получаются такие вот остренькие ребра. Если вам, опять же, не жалко полигонов, не жалко вашего времени, вы можете это всё начинать, например, подтягивать дополнительными лупинами. То есть вы можете подтягивать к левому и правому краю, чтобы у вас эти элементы получались более квадратными. Сейчас покажу, как это выглядит. Подтяну здесь, подтяну здесь, подтяну с этого края, здесь подтяну. И вот как это у вас будет выглядеть. Если вы хотите именно такого вида добиться от вашей геометрии, то вы это можете, в принципе, сделать. Но мне этого не нужно. Я считаю, что у нас и так достаточно хорошо получилось. Поэтому я оставлю элементы так, как они есть. Декоративно эти элементы мы сделали. Углубление сделали. Экструзию вовне также сделали. И, в принципе, всё. На этом наша чашка готова. Что можно было бы ещё сделать, так это объект сам пива внутри этой чашки и объект пены, которая будет находиться также в чашке, выходить немного за её границ. Там пузырьки будут и так далее. Но я подумала, как это лучше сделать. И пришла к выводу, что, наверное, лучше будут эти объекты сделать в видео про Cycles, где мы сможем назначить материалы. Потому что основная часть создания пены и самих этих объектов, жидкости внутри чашки, самой чашки и так далее, это всё сильно зависит от материалов, от внешнего вида. А материалы мы будем настраивать в видео про Cycles. Поэтому давайте отложим изготовление этих объектов именно до видео про Cycles, где мы будем все эти материалы создавать, опробовать. Если нам что-то не понравится, мы будем их там переделывать. И там в сценке это будет видно, корректно мы делаем что-то или некорректно мы это делаем. На этом давайте с чашкой создания мы её закончим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.